все мы знаем что платочная вязка по кругу вяжется один ряд лицевой второй ряд изнаночный если вязать просто по кругу то получается вот такой вот заметный шов и несовпадение изнаночных петель то есть они смотрят на уровне лицевых это некрасиво и очень заметно в полотне чтобы этого избежать я вам сейчас покажу способ который практически незаметен и получается совпадение изнаночного ряда но прежде чем мы начнем наш урок хочу вас обрадовать уже очень скоро выйдет наш новый мастер-класс по вязанию джемпера лапа пейса в нем я подробно рассказала как делать расчеты для круглой кокетки как вязать жаккард без протяжки при помощи наперстка также мы научимся закрывать петли резинки итальянским способом то есть фабричным по кругу поэтому жмите обязательно на колокольчик чтобы не пропустить наше новое видео и так как же избежать ступеньки в платочной вязки первый лицевой ряд мы вяжем лицевыми петлями обычно по кругу и доходим до маркера здесь мы ничего не делаем и все оставляем без изменения следующий ряд изнаночный мы его провяжем по кругу изнаночный ряд мы до маркера не довязываем одну петлю что мы делаем дальше мы ее переснимаем на правую спицу не провязанной вот как она была на спице мы так ее за переднюю дольку и переснимаем между первой и последней петлей у нас есть протяжка мы ее поднимаем и надеваем на левую спицу движением от себя потом переносим снятую петлю на левую спицу и протяжку поднятую и эту петлю мы провязываем вместе изнаночной немножко подтянули переснимаем маркер и дальше вяжем лицевой ряд вот такой простой способ поможет избежать ступенек и ваше изделие будет связано практически без шва на изнаночной стороне при обычном способе он получается гладкий но тоже видно несовпадение в таком способе с изнанки видны наши поднятые протяжки но нам главное чтобы с лицевой стороны все выглядело идеально если наш урок вам был полезен пишите нам в комментариях на этом у меня все спасибо всем за просмотр не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк и нажать колокольчик и всем пока сладких вам петелек